11.06 на часах, начинал дневной разворот в студии Соня Дёмина и Дарьи Топузлеева. Во втором части мы, как обычно уже, традиционно будем говорить о коронавирусе, но повернём немного под другим углом. Я думаю, что вы все слышали, накануне, накануне, по-моему, да, продлили школьникам каникулы до 12 апреля. Посмотрим, чем дети будут заниматься, поговорим с психологами, как вообще не поубивать всем друг друга дома, семье во время карантина вынужденного. Ну а в первом часе у нас, мне кажется, мы с коронавирусом стали забывать про две главные проблемы России. Так вот, мы сегодня будем говорить о второй, о дорогах. В Кирове прошло первое заседание рабочей группы по дорогам, обсуждали планы, перспективы нацпроекта БКД, затронули состояние дорог в Кировской области. Насколько я могу судить по первым услышанным минутам заседания рабочей группы. В гостях у нас руководитель рабочей группы по контролю за ремонтом и содержанием дорог Константин Сичихин. Константин, добрый день. Добрый. И члены рабочей группы Лев Саламатов. Лев, добрый день. Добрый день. И Шамиль Бузиков. Шамиль, и вам добрый день. И начнем, наверное, сначала с итогов, да? Ну да, начнем не то что с итогов, начнем с того заседания. Мы успели, успели 16 марта провести заседание. То есть то, что можно было еще собираться, да? Да, Антон, иначе бы уже со среды общественная палата перешла на удаленную работу, и практически все заседания сейчас отменены полностью. Но мы 16 числа провели заседание и обсудили несколько вопросов, очень важных, как мы считаем, на сегодняшний день для региона и для дорожной сферы. Это первый вопрос, это все-таки итоги реализации национального проекта безопасной качества автомобильной дороги в 2019 году в Кировской области. Также обсудили, как все-таки у нас на сегодняшний день дорожники согласовали все свои работы с коммунальщиками, потому что это одна из тех проблем, которая очень сильно влияет на дорожную инфраструктуру, особенно города Кирова. Мы с вами видим, что дороги ремонтируют, а коммунальщики потом все это раскапывают. И вот как раз мы решили обсудить, насколько на сегодняшний день согласованы работы между тепловой компанией КТК, потому что у них все-таки концессия подписанная, большой объем планируется ремонта в этом году, и также немаленький объем ремонт дорог города Кирова опять же в этом году. Вот, и практически обсудили наш выезд в район Белохолницы, Белохолницкого района, Слободского. То, что мы ездили, мы смотрели тот участок автомобильных дорог, про который сейчас знает, наверное, не только Кировская область, но и вся Россия, потому что в интернете очень много роликов про этот участок, когда федеральная автомобильная дорога находится в ненадлежащем состоянии, а можно сказать в ужасном состоянии. И водителям, опять же, те, кто платит за федеральную автомобильную дорогу через систему Платон, им приходится за этот участок платить, реветь и ехать. Вот как-то так. Ну вот то, о чем мы начали уже немного говорить за эфиром, это те цели, которые должны были быть достигнуты по нацпроекту БКД, и которые, как вы считаете, не все в итоге удалось. Ну, национальный проект безопасности автомобильной дороги, это не только освоение денежных средств и километры дорог города Кирова, это, во-первых, много-много количества показателей, которые надо выполнять. Это связано... Основной тренд и основной показатель это снижение смертности. Да, Кировская область в том году снизила смертность, и потом прилично. Какими методиками, еще непонятно, еще пытаемся разобраться, потому что практически все показатели, которые в рамках безопасности автомобильных дорог должны были выполнены, они были не выполнены в Кировской области в рамках национального проекта, и про это, я думаю, более подробно Лев Саламатов сейчас расскажет. Спасибо. Меня Константин пригласил поучаствовать в работе этой рабочей группы, и я согласился. Почему? Потому что бюджет Дорожного фонда 7,5 миллиардов, и он будет расти там до 10 в ближайшие годы. Это практически треть областного бюджета, и поэтому нам всем небезразлично, как эти деньги будут тратиться. Хотя эти деньги достаточно большие, но их все равно достаточно мало, чтобы привести все дороги в надлежащее состояние. Тем более, стоит вопрос об эффективности, как бережливо и, так сказать, достаточно эффективно тратить эти деньги. Поэтому я согласился принять честь в работе этой группы, и вот мы, значит, немножко проанализировали итоги нацпроекта за 2019 год. Ну и вот результат нашей деятельности общий. Мы пришли к выводу, что нацпроект по дорогам Кировская область завалила. По каким пунктам? Хотя, значит, правительство отчиталось о том, что они выполнили. Вот у нас здесь уже получается коллизия. Мы конкретно, так сказать, напишем все уже в своем отчете и направим эти бумаги по, так сказать, направлениям. Там Минтранс, правительство и Москву. По каким пунктам? Ну, во-первых, непонятно, чехарда с арифметикой. Они говорят, что мы построили, отремонтировали такое-то количество дорог, но нам приходят справки от различных ведомств, и в каждой справке различные цифры. Вот. И потом я посчитал уже, так сказать, с помощью калькулятора этого общества, несложно. Они должны были выполнить определенный показатель, который заложен в паспорте. Вот. И получается, что они его не выполнили по введению отремонтированных дорог. То есть этот национальный показатель завален. Вот. Большая проблема у них по безопасности дорожного движения. И об этом говорит ГИБДД в своей справке, которую нам, значит, послали. То, что они не выполнили план по снижению так называемых мест концентрации ДТП, а именно эти места влияют на количество вот именно аварийности, значит, количество ДТП, и в том числе, значит, влияет на те трагедии, которые происходят на дорогах. Это один из основных показателей. И вот эта вот цифра у них не бьется никак. И ГИБДД говорит, да, ребята, вы не сделали. Ну и по безопасности дорожного движения они еще не освоили 100 миллионов, которые должны были с городом они, значит, освоить по организации системы дорожного движения. Это вообще просто-напросто бюрократические игры, которые они проводили в прошлом году и не смогли, так сказать, до конца завершить. То есть вот таких вот нареканий можно по нацпроекту надергать очень много. Поэтому у нас как бы позиция такая, нацпроект не выполнен. Я не могу понять, у нас слушатель. Алман, здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Владимир. Владимир, у вас вопрос. У меня вопрос ко всем участникам вашей передачи. Когда займутся дорогой на Сидоровку? Участок от Порошина до Сидоровки. Хорошо. Спасибо большое, Владимир. Сейчас узнаем, может, кто-нибудь в курсе. Да, конечно, мы в курсе уже этого участка. Про этот участок за последние две-три недели очень активно говорят. В ближайшее время, как нам же опять известно, ремонт хотят сделать где-то в июне-июль месяц этого участка. Сейчас идёт, ну, где-то вот должны состояться торги. Чтобы вы понимали, этот участок, он не относится ни к национальному проекту, он не относится ни к приоритетному. Это отдельный участок, связанный с Сидоровкой. А, нет, я путаю, наверное, большой. Сидоровка. Это которая с... А, нет, Сидоровка, это, наверное... Это участок дороги, где отсутствует асфальтовое покрытие. Да, это там только грядирование будет составлено города Кирова. А основной участок, который будут ремонтировать, это под Боровицу туда. Вот этот участок, да, он будет ремонтироваться где-то в июне месяце. А Сидоровка-то? Сидоровка, это участок, он, во-первых, не капитального ремонта. Там требуется только грядирование. Это относится к городу Кирову. Город Киров должен чаще выполнять свои обязанности в рамках содержания уличной дорожной сети. Ну, неизвестно, когда там что-то будет. Да никогда. Да, просто надо рассказать честно, вот Владимиру, который позвонил, этого не будет никогда. Там нету автомобильной дороги, в принципе, нету автомобильной дороги, потому что у меня там находится сад, я знаю эту прекрасную дорогу, вот, на нее нет асфальтового покрытия, и не будет асфальтового покрытия. Ни в ближайшее время, ни завтра, ни послезавтра, ни к концу года, ни в следующем году. Я говорю это честно, откровенно, потому что я этим проблемой занимался. Вот я говорю честно, открыто, прямо по радио. Давайте на этом на 30 секунд прервемся, у нас небольшая реклама. Продолжаем говорить о дорогах, вернемся к показателям, которые вот по нацпроекту БКД, конкретно по числу погибших и травмированных. Вот я нашла в 2019 году на дорогах Кировской области, погибли 158 и получили травмы 2114 человек. И почему-то ГИБДД, когда говорит о сокращении, я правда не знаю, возможно, тут у них опечатка или что, они сравнивают с уровнем 2017 года. То есть, получается, у них число погибших сократилось на 9,7%, со 175 до 158. А эти цифры вообще, насколько возможно говорить о каком-то сокращении в рамках одного-двух лет? То есть, это может быть совпадением, грубо говоря? Да нет, знаете, как бы у каждого своя статистика, у ГИБДД своя статистика, у Минтранса своя статистика. Ну сколько вообще нужно лет, чтобы мы могли сказать, что конкретно, например, это действие повлекло за собой снижение смертности, аварийности? По-другому цифра считается, и как бы здесь нет такого, что там, например, за такой-то период времени повлекло на столько-то. У нас берется численность населения, например, там на 100 тысяч населения должно быть столько-то погибших, да, по стандарту. Вот, и снижение аварийности, например, если сейчас 158, нет, сейчас порядка там что-то 10 человек на 100 тысяч населения. Показатель, да, смертности получается на дорогах, то к концу 2024 года должно быть на 100 тысяч 4 человека. Там 4,6, 4, как-то так вот процент соотношения должно показать. Мы его не выполним, то сразу понятно. Ну, чтобы вы понимали, как бы, если у нас примерно население города Кирова там 500 тысяч населения сейчас, да, то у нас должно быть не больше 20 человек в год смертности к концу 2024 года. У нас сейчас 158. Ну, вот у нас сейчас за два месяца 20. Вот 158 у нас, значит, по текущему, вернее, по прошедшему 2019 году, а к 2024 должно быть не более 70, если уж так вот говорить. Это очень такой крутой и амбициозный показатель, который вот требует реализации нацпроекта, и мы бы хотели как раз, чтобы вот именно это было достигнуто. Но вот пока из того, что мы проанализировали, из того, что мы видим, там есть, так сказать, целый проект по, называется, безопасность дорожного движения, вот там ряд мероприятий заложенных и так далее, вот. Мы из того, что мы видим, мы вот, конечно, сомневаемся вот именно в успешной реализации, и нам хочется понять, в чем причина, почему. Чтобы вы понимали, в том году было реализовано, нет, ликвидировано порядка 26-28 мест концентрации ДТП, но сразу же автоматический перерост на 33. У нас 28 ликвидируют. Нет, не мест, до 37 у нас мест нет. Нет, у нас нет, смотрите, у нас было 26, стало 37. А каким способом ликвидировать эти места? То есть просто поставить эти заборчики? Да, да, да. Там происходит следующим образом. ГИБДД дает, значит, так сказать, места конкретные, значит, вот здесь вот идут места концентрации ДТП. Для того, чтобы их ликвидировать, необходимо провести ряд планов мероприятий. То бишь, это разметка, ограждение, освещение, дорожное покрытие. Вот, то есть вот комплекс этих мероприятий должны провести. И они указывают, какие конкретно. Это забивается в план. Вот потом на это, значит, выделяются ресурсы, значит, идут работы. И, значит, так сказать, когда мероприятия эти выполняются, считается, что место ликвидировано. То есть все, вот там все проведено, считается место ликвидировано. Тогда смотрите, такой вопрос. Вот эти мероприятия, которые заложены по нацпроекту БКД, на ваш взгляд, если они все будут выполняться, будут выполняться вовремя и хорошо, они приведут к снижению смертности аварийности? Нет, конечно. Должны быть какие-то другие мероприятия? Конечно, разумеется. Какие? Ну, например, вот на прошлом заседании у меня остров встал вопрос, я с коллегами спорил. Это об увеличении количества дорожных камер. Вот камеры, конечно, у нас увеличены, у нас еще перевыполнили план по 2019 году. Но места концентрации ДТП выросли. Как так? Вы устанавливаете камеры где? В каких местах? Так устанавливайте их на местах концентрации ДТП. Делайте тогда развязки плановые, не знаю, вставки камер, системы видеонаблюдения там. Конкретно снижайте скорость, предупреждайте водителя о установленных там камерах. И тогда проблем никаких не будет. Ну вот смотрите, вот то мероприятие, которое, ну, я не знаю, уже, наверное, скоро уругательством будет, да, у урбанисты, о котором говорят как об основном мероприятии, которое может привести и должно привести к снижению смертности, это как раз ограничение скорости, снижение скорости потока. Вот в рамках НАЦ-проекта как много таких мест, и вообще считается это ли приоритетом? В нашей стране, да. В рамках НАЦ-проекта есть, так сказать, внедрение интеллектуальной системы, которая начнется вот с этого года, значит, и каждые три года будут выделяться 120 миллионов городу Кирова на внедрение интеллектуальной системы. То есть, когда будут умные светофоры, вот, когда будет, значит, умная организация транспортного потока, так называемые зеленые волны и прочее, значит, вот тогда, конечно же, скорость будет регулироваться, и, значит, так сказать, естественно, это повлияет на безопасность дорожного движения. Вот, но он только еще начнет, еще в этом году, значит, там его будут еще разрабатывать, внедрение там, скорее всего, будет там на следующий, или там через год, через два. Вот, но такая мера заложена. Она, конечно, мера системная и, безусловно, скажется. Но, понимаете, еще в чем дело? Почему вызывают сомнения в сбое вот этого нацпроекта в нашей области? Почему? Вот я вам приведу один пример. Вот сидит перед нами Минтранс, чиновник, да? Вот, и, значит, он говорит, у нас по нормативке, значит, сейчас числится 30% отремонтированных региональных дорог. Вот, 30% как бы в порядке. 30% у нас в порядке. Для сведений, 2500 километров у нас дорог. Вот. 30% в порядке. Надо нам отремонтировать до показателя еще 20. То есть показатель должен быть не менее половины. То есть надо нам еще за 5 лет 20 отремонтировать. Я спрашиваю, хорошо, а пока вы будете еще ремонтировать эти 20, вот эти 30, которые отремонтировали, с ними что происходит? А ничего. Мы их считаем как нормативкой. То есть мы считаем, что они отремонтированы, и с ними больше ничего не происходит. Мы считаем их хорошими. То есть они постоянно этот процент прибавляют, не учитывая, что что-то может развалиться. И вот этот вот сбой, вот этот сбой контроля за вот качеством дорог, это системный сбой, с которым нам еще придется каким-то образом смотреть и работать. Потому что они-то считают их нормальными, а мы-то по ним ездим и считаем, что они не очень хороши. Ну вот, да, давайте тогда вот те дороги, которые были отремонтированы в рамках нацпроекта в прошлом, там, я не знаю, позапрошлом году. Если мы берем национальный проект, это 19-й год. Если мы говорим про приоритетный проект, который реализовался с 17-го, да? Ну, тот, который без буквы А. Да, без буквы А, да. Там, да, там вот по этим дорогам уже есть много-много вопросов. Они ремонтируются в рамках агломерации город Киров, Слободской, Кировщик. А по ним гарантийные обязательства уже начали выполняться? По ним гарантийные обязательства выполняются отчасти. Где-то подрядчики уже слились, проще так сказать. Да, это вот хороший пример, что с улицы Луганская, Луганская и Упита. Там участок такой есть, ну, раньше он был непроезжий практически, потом его в рамках приоритетного проекта отремонтировали, практически капитальный ремонт сделали. И сейчас мы видим, спустя два года там большие разрушения идут, скоро опять проезжий, проезд будет непроезжий. И так, таких участков по городу очень-очень много. Проспект строителей, который ремонтировался в рамках приоритетного проекта, есть четкий подрядчик в лице города Ромостроя, который не несет на сегодняшний день на себя гарантийные обязательства по проспекту строителей, потому что ямочность там присутствует, и она все больше и больше начинает присутствовать. Когда они собираются это выполнять, заказчик в лице УДПИ сказал, да, в ближайшее время, когда сформируется погода. Погода у нас может сформироваться в июне месяце. К июню месяцу те дороги, которые ремонтировались 17-18, 19-е, от них уже мало что останется. А вот если говорить конкретно по 19-му году, там в каком состоянии дороги? Ну, 19-й год на сегодняшний день, пока дороги стоят, да, есть вопросы к автомобильным дорогам регионального значения, это в сторону Советска, там уже есть на участках, где присутствует ямочность, но я думаю, что подрядчик в лице там СУ-43, они уже в курсе, и они ликвидируют эту ямочность. Также есть вопросы по ремонту в сторону Уржума-Малмыш, там подрядчик Вятавтодор. Надеюсь, что тоже в ближайшее время они эту ямочность ликвидируют, и больших проблем не будет. Но разрушение у нас есть, даже и год не отстояли. А по подрядчикам, насколько я понимаю, все те же, что в прошлом году? У нас ничего не меняется, у нас все те же подрядчики, все их давно знают, это Вятавтодор, ГДМС, и если брать региональную сетку, это СУ-43 в районе Советска, Яранск, Киров. Вот то, о чем вы, Константин, вначале говорили, по согласованию с коммунальщиками, насколько там все эти работы согласуются? Там на сегодняшний день, как мы понимаем, есть большая такая проблемка. Если, например, КТК уже еще в ноябре предоставили весь объем работ, которые не собираются выполнять в этом году, то УДПИ в курсе этого объема работы практически постарались схему, графика выполнения работ согласовать, вписать в схему с подрядными организациями. Но так как контракты вот они только-только подписали, мы не увидели еще график работы со стороны подрядчиков Вятавтодора и ГДМС. Но я думаю, что тут больших проблем не будет. Есть вопрос в водоканале, потому что водоканал тоже запланировал какой-то объем работ, но до сих пор не согласовал этот график с УДПИ и с организациями, которые будут выполнять ремонт под автомобильным дорогам города Кирова. Но, как нас уверяет представитель водоканала, что этой проблемы большому не возникнет, и они вот-вот-вот в ближайшее время все это согласуют. Да, но проблемы возникают иногда просто эксцессами, то есть где-то что-то прорвало, и тогда мы получаем вот эти все ямы. Вот как раз один из проблем мы подняли, и сейчас мы будем очень подробно это анализировать, это те эксцессы, как говорят, аварийные работы, да, когда у нас там дорогу перекопали, положили асфальт, а через пару месяцев там яма. Там яба, провал, был новый асфальт. Каким-то образом у КТК, говорит, у нас 4 года гарантии. У ДПИ, говорит, у нас 4 года гарантии, у того подрядчика, кто это восстанавливал, ну, за счет средства КТК, потому что они заказчики были раба, да. Мы говорим, хорошо, все замечательно, а почему провал-то? Почему никто не восстанавливает? Почему никто не делает? Мы наблюдаем, например, сейчас далеко ходить не надо, улица Свободы. Вы пройдите улицу Свободы, перекресток Герцена и Свободы, да, она же развалилась полностью, дорога там в том месте. Там когда-то копали коммунальщики, все так хорошо было выкопано, все хорошо было закопано, да, а сейчас нет асфальта, хотят асфальт. Эту дорогу ремонтировали в 17-м. Всю полностью, Свободу полностью ремонтировали, начиная от начала до конца, ее ремонтировали в 17-м году. Сейчас там просто-напросто участками такими провалы, ямы, колодцы ушли местами, да, и почему должны водители страдать из-за коммунальщиков? А то есть ее получается, когда восстанавливают, восстанавливают не так же хорошо, как сделали до этого, или в чем-то проблема-то? Да, 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 поэтому Шамиль расскажет по этому поводу, потому что к этому... Что там асфальта меньше накидали, щебня положили. Ну, в начале нашей с вами передачи вы сказали, давайте поговорим о двух проблемах, мы сразу начали со второй, а надо было начать с первой, понимаете, тогда бы, в принципе, и вторая-то разрешилась бы сама собой, вот. Ну, тут добавить-то, в принципе, нечего особого-то. Вот, у нас сеть изношена. Ну, это как бы все понимают, все прекрасно знают. Поэтому на изношенных сетях делать косметический ремонт наверху и выстраивать дорожную одежду, ну, что, какой смысл особый-то? Это мы как рвало, так и будем рвать. Ну, это традиционно будет. У нас будет всегда осенью происходить процесс опрессовки, то есть коммунальщики будут всегда давать повышенное давление, всегда будут рвать, всегда будут разрывать, всегда мы будем ничего не перекапывать. Это, ну, это вечно. Это вот, ну, сколько я себя помню, это вот было регулярно, постоянно. Просто как бы текучесть идет такая, и все. Нас уверяют, нам говорят о том, что мы будем согласовывать сроки. Мы уже перепробовали, по-моему, знаете, все меры. И вместе их соединяли, они согласовывали, друг другу графики давали. Все замечательно, все супер. Но факт остается фактом. И факт все прекрасно на лицо, все прекрасно видите. Вот у меня яркий пример, даже до сих пор перед глазами, это вот прямая улица Горбуновой. Положили асфальт, да, все хорошо, это в районе автосалона Гусар. Положили все хорошо, вот там общежитие стоят, общежитие снесли. Встали дома новые строить. Ну, две секции построили, все круто. Ну, и к домам нужно подводить коммуникации, правильно. Об этом еще никто не подумал, что ли. Но об этом город знал, все знали. Ну, зачем тогда было там дорогу строить? В итоге дорогу построили, потом перекопали, все. Несколько раз все переделывали, несколько раз переделывали. Вот, ну, даже планово переделывали, ну, даже графики согласованные были, понимаете? Все хорошо, но тем не менее, дорога на всех заплатах. Ну, вот как бы факт остается фактом. А есть какой-то регламент, вот когда КТК там разрыла какую-то яму, потом на ее деньги какой-нибудь подрядчик закладывает асфальт поверх, и потом этот асфальт проваливается. Ну, он вообще не гарантийный. Почему? Вот я просто и говорю, мы на сегодняшний день, это 4 года гарантии. 4 года гарантии у КТК. КТК подписывает договор с подрядной организацией, которая за 4 года должна за этим участком следить. Эти 4 года гарантии, они отвечают тут за этот участок. Это примерно такая же процедура, как и ремонт автомобильных дорог, да, только вопрос, кто следит и кто как к этому относится, да. Мы спрашиваем УДПИ, почему? Почему мы видим провал, и вы говорите 4 года гарантии. Ну, да, вот сейчас мы пойдем и напишем письмо в КТК, КТК напишет письмо еще куда-то своему подрядчику, и они начнут это восстанавливать. И сделаем мы это потому, что вы нам об этом сказали, а не потому, что мы это сами нашли. И потому, что мы за этим следили. У меня каждый раз возникает вопрос, который я хочу задать УДПИ. А вы что делаете, они, ребята, почему вы какую-то информацию получаете, или что, для вас город, или там, не знаю, общественная палата, или наша оригинальная группа, это кто что, информатор какой-то? То есть приходят туда, мы вам там мылим шею, проще говоря, говорим, вот этот участок, посмотри, этот участок, посмотри, тут вот провалилось, тут провалилось. Они говорят, ага, хорошо, позаписывают, что-то все, убежал. Ну, что-то начинают делать худо-бедно. А если бы нас не было, наверное, и результата не было. Да, вот смотрите, вот ребята сейчас сказали, да, конкретно, вот они укажут, так сказать, там начинается что-то шевелиться, да. Но это же, значит, ручное управление, и даже не то, что ручное, это просто непонятно, какое управление. Поэтому вот мы пока, так сказать, смотрим, и я вот за месяц посмотрел, вот я вижу систему сбой механизма государственного контроля. Он существует, да, он обязательно существует и должен осуществлять контроль. Как что сделали, как что выполнили, как эксплуатируют и так далее. Он есть, но он не работает. И это системная какая-то ошибка управленческая, в которой нужно разбираться, почему он не работает. Уже там третий год группа работает, значит, она, так сказать, делает какие-то четвертые уже, четыре года работает. Она постоянно им делает, значит, там какие-то замечания, там они участвуют в каких-то акциях, мероприятиях, смотрят. Вот тут, 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 да, да, все сделано дело, и все равно повторяется каждый раз одно и то же. И вот в этом деле надо смотреть, просто разбираться, в чем дело, где происходит сбой в государственном системе. Потому что мы, общественники, мы же ведь не сможем в данном случае. Лёв, я прошу прощения, перебью вас, нам нужно уйти на рекламу на полторы минуты, а потом вы мысль свою закончите. Продолжаем говорить о дорогах громко, в перерыве. Мы туда говорили, начали говорить о люках, которые проваливаются. И, как мы поняли, они просто оказались ни в то время, ни в том месте, потому что люки принадлежат коммунальщикам, дороги принадлежат дорогам. И непонятно, как все это работает. Лев, до перерыва начали вы говорить о том, что система у нас сбои громает. Механизм государственного контроля сломан. А он вообще работал? Нет, он работает, каким-то образом скрипит, пыхтит, изображает, что он есть. А по факту мы видим, там проблема, тут дорог нет, этого нет. В связи с этим, и в то же время подрядчики работают, конкурсы проходят, деньги осваиваются, полотно делается и так далее. А через год возникают те же самые проблемы. Это первая проблема, с которой нам нужно разбираться, системный вопрос, с которым нужно разбираться. И второй системный вопрос, который я нащупал, и с которым тоже надо будет, скорее всего, нам работать по рабочей группе, это отсутствие координации. Вот с теми же местами концентрации, когда нет координации между ГИБДД и Минтрансом. То есть, ребята там ГИБДД по-своему считают, значит, эти говорят, что мы все сделали и так далее. Никто не проектирует на будущее, где могут возникнуть эти места и запланировать, и чтобы все там сделать. Отсутствие концентрации, это говорит о чем? О том, что так называемое проектное управление, оно еще, так сказать, не реализовано и фактически, так сказать, просто изображается, что оно есть. А на самом деле его нет. И конечный результат, который должны были достигнуть в нашем проекте, это снижение погибших, это самый главный фактор, он пока не во главе целей, значит, вот тех вот ребят из Минтранса, которые должны это все делать. У них промежуточный результат, там, сколько километров положить, столько-то, значит, мест уничтожить, там, еще что-то такое. А конкретно, вот, главная цель вот этого у нас проекта, чтобы было бы безопасно дороги, вот, у них пока этого нет. Поэтому проектное управление еще только на бумаге. Вот с этим тоже нам нужно будет с каким-то образом смотреть и разбираться. У нас есть слушатель на связи, здравствуйте. Добрый день. Добрый день, представьтесь, пожалуйста. Сергей. Итак, Сергей, у вас вопрос? У меня вопрос, как у простого жителя, обывателя. Вот каждый день заправляю свою машину с тысячи рублей, я 700 рублей отдаю на эти дороги. Это по поводу того, что это федеральные деньги. Это мои деньги, как и сотен тысяч кировчан. И вот у меня вопрос к уважаемой группе. Очередной начальник ГДМС или как сменится на следующий год, я опять останусь без дорог, буду ездить по этим ямам, и ничего не изменится. Вот вопрос о вашей эффективности группы, если я уже через паблики посылаю постоянно, непосредственно обращаюсь и в правительство, и везде, я посчитал больше сотни таких вот, видя ряд наборок. Поэтому, ну, смысл какой? Ничего, наверное, не изменится. Спасибо за ответ. Спасибо вам. Сергей. Сергей, вот смотрите, вот как раз вот этот пессимизм ваш, да, ничего не изменится. Если бы мы так же посчитали, что ничего не изменится, мы, наверное, бы не собирались. И мы всех активных граждан, которые, вот как вы, которые пишут, которые что-то пытаются делать, мы всех их зовем в наше сообщество, можно так сказать, в нашу рабочую группу. И пытаемся что-то менять. Потому что, если мы ничего делать не будем, вот как раз вот это ничего не изменится, вы так же будете платить за топливо. Из этого топлива так же будут выделяться денежные средства на дороги, и эти дороги будут так же осваиваться, эти денежные средства. А качество будет такое, которое на сегодняшний день. Потому что только мы сможем что-либо поменять на сегодняшний день с нашими дорогами, никто другой. Потому что, правильно Лев говорит, есть системный сбой контроля качества у государства, который надо решать. А если вернуться к этому системному сбою, кто-то же должен отвечать? То есть должен быть человек конкретный, главный дорожник города, еще кто-то, не знаю. То есть человек, которому нужно сказать, вот, это твоя компетенция, господин. Но это одна из причин, почему мы видим сбой. Нет персонализации ответственности. В нацпроекте она закреплена, что там есть персонализация, там есть руководители нацпроекта и так далее. Ну и что, вот они за 19 год завалюли нацпроект, и что? Ответственности нет. То есть система, так сказать, ответственности пока не работает. Просто ментально не работает в головах, так сказать, чиновников она. Ну ладно, не выполнили, ну что, сделаем в этом году и так далее. Вот тоже перестраиваться надо, безусловно. Поэтому вот это один из элементов вот этого государственного контроля. А мы, как общественники, должны в этом плане стимулировать и подталкивать в разные места. Какой может быть, в принципе, контроль, если у нас управления нет? Давайте вспомним, с 16-го года работы группы, сколько поменялось у нас начальников УДПИ, сейчас уже называются УДПИ. Был Симаков, потом был Менькин, после Менькина пришел Гутнов, после Гутнова пришел Лунев. Сейчас кто? Сейчас исполняющий обязанности Шутинов. Да, теперь исполняющий обязанности Шутинов. Придет какой-нибудь еще, там, Иванов, Петров, Сидоров. У нас каждый год, у нас есть хорошая традиция, она мне уже нравится, у нас каждый год есть хорошая традиция, заменчать начальника УДПИ. Поэтому вот 2000-й год наступил, интересно, кого сейчас нам тоже ожидать в очередной раз, чтобы приступить к ремонту автомобильных дорог в Кировской области, вновь их отремонтировать, опять дождаться Нового года и традиционно заменить руководителя УДПИ. Ну, смотрите, а если, наоборот, отступить от персонализации какой-то, возможно, сделать так, чтобы система не была завязана на какого-то конкретного человека, на которого, там, я не знаю, который за все ответственен, на него бьются шишки, но была структура, которая за это ответственна, например. Так структура-то ведь есть, подождите, структура есть, она прописана в федеральных законах. У нас есть административный кодекс, уголовный кодекс, у нас очень много кодексов, в которых прописаны и регламентированы все виды деятельности. Вот почему-то, знаете, вот в прошлом году, в 19-м году, да, или в 18-м, я не помню, так массово у нас прокуратура пошла проверять полностью, как убирается улица, как там с гололедом борется, как там все это происходит. И вот я помню, сидел на заседании рабочей группы, у нас выступал прокурор, что я 24 раза в его словах, в его монологе насчитал слово «возбудить». И вот он все, мы тут возбудили, тут возбудили, тут дело возбудили, там возбудили, все, навозбуждали кругом, кучу всем штрафу дали, и все. И что, ситуация исправилась? Да нет, не исправилась. Ничего, собственно говоря, не происходит. А сейчас прокуратура почему не ходит, ничего не возбуждает? У нас дороги сыпятся, вот по прошлому году гарантийные обязательства не выполняются. А где действия прокуратуры по данному факту, я тоже не наблюдаю, я вот этого тоже не вижу. Ну как-то вот рабочая группа решаем эти вопросы, да, там пытаемся говорить, ребят, договоритесь, вот у вас гарантийный участок, обратитесь к этому, сделайте к этому, они сидят там на рабочей группе, да-да-да-да-да. Вот, к примеру, сейчас Луганска, вот этот перекресток улица, да, мы знаем, что подрядчик по этому участку, он в ликвидации находится. У ДПИ 100% скажет, что извините, юридическое лицо уже ликвидировано, мы ничего восстановить не можем, да. Но есть персональная ответственность директора у нас, никто сейчас не отменял, да, учредителя, судебные тяжбы, прокуратура на сегодняшний день. И когда вот этот директор, либо учредитель организации пострадает за то, что он не выполнил гарантийные обязательства, да, ну, я не говорю там, дойдет дело до уголовного дела, не дойдет, но, на мой взгляд, должно дойти до уголовного дела, да, и человек должен либо ответственно отсидеть за то, что дорога на сегодняшний день не надлежала, что нужно сесть, либо ликвидировать какими-то способами те участки, которые не сделаны, потому что он на себя взял ответственность. Он, когда подписал контракт, когда пошел ремонтировать эту дорогу, он взял на себя ответственность, хотя бы в рамках гарантийных обязательств. Но у нас есть такой принцип у многих сейчас предприятий, просто вовремя слиться, чтобы потом не выполнять гарантийные обязательства. — Пять минут остается, давайте немного по планам на 2020 год. Будете готовить, возможно, какие-то рекомендации, кудубы, там, прайдису по БКД? — У нас на сегодняшний день план, он стандартный, отчасти, да, это, конечно, контроль за выполнением национального проекта безопасности автомобильной дороги. Вот сейчас мы изучили, изучаем, до конца изучим, это все-таки реализация 2019-го, и потом будем давать рекомендации по 2020-му. Также будем параллельно следить, как 2020 год выполняется, и в дальнейшем будем по 2021-му отрабатывать. Также мы будем выезжать на все участки автомобильных дорог, связанные с проблемными, с контролем. Посмотрим, как все-таки подрядчики приступят к гарантийным обязательствам, потому что это основной упор будет сделан в этом году по гарантийным обязательствам. Объем работы в течение четырех лет выполнен огромный, это начиная с 17-й, 16-й, там, 19-й, поэтому мы будем давить на этот упор, потому что гарантия – это прежде всего, чтобы были хорошие автомобильные дороги, да, не говоря о том, что что-то где-то там ремонтируют, собираются. Ну и будем по основным принципам национального проекта, это в рамках безопасности автомобильного движения, да, работать. Почему? Потому что это основа основ на сегодняшний день, смертность, снижение смертности на дорогах – это первый показатель, и это, во-первых, жизнь человека, она должна быть бесценной. Ну вот я думаю, что попробуем, значит, все-таки постараемся, чтобы все-таки проектный офис нацпроекта заработал так, как он должен быть заработать. Постараемся, я не говорю, так сказать, что… Ну, мы на это будем, значит, внимание обращать и за это, так сказать, бить ответственных за этот нацпроект по некоторым местам. Вот. Я не уверен, что у нас получится вопрос решить там или каким-то образом повлиять на госконтроль, потому что это там так глубоко все, но в эту сторону тоже будем копать и постараемся, чтобы, значит, так сказать, что-то в этом плане изменилось. Ну вот примерно такие планы. А вот тот кусочек, о котором в самом начале говорили, где Белая Холуница, это федеральная трасса… Ну, федеральная дорога, она не относится к национальному проекту, но она относится все равно к дорогам инфраструктуры Кировской области. Эту дорогу обещают подрядчик восстановить в рамках гарантийных обязательств до конца июня, начала июля. Ну, все зависит тоже, опять же, от температурного режима на улице. Вот у нас сегодня солнце обещали, видите, какая погода, опять снег идет. Вот, и поэтому, да, и плюс там уже отторгован еще один ремонт участка, это уже ближе к Белой Холнице. Этот участок, будем следить за этим, у нас на контроле эта автомобильная дорога стоит, ежемесячно, еженедельно практически я отчеты по этой дороге получаю. И когда все-таки они восстановят, я надеюсь, что в июне уже все будет там замечательно. Ну, минутка, остается, возникнут, могут ли возникнуть какие-то проблемы в плане ремонта дорог из-за коронавируса? Нефть, рубль, доллар. Вот, да, про это сейчас все говорят, я не вижу больших проблем из-за коронавируса, нефти, рубль, доллара. То, что в 2020 году дороги в Кировской области будут завалены, все будет зависеть только от подрядных организаций и от погодных условий. Если это будет благоволит для подрядных организаций, значит, все будет сделано. То есть, если нам начнут говорить, что... Ну, это броню. Да, если начнут ссылаться на вирус, начнут ссылаться на ценовые показатели нефти, и плюс говорить, что амбитума нету, еще чего-то нету, там заводы стоят. Люди заболели коронавирусом. Да, это правильно. Коронавирус повлияет. На дороге не повлияет, если будет все вовремя правильно сделано, потому что большинство из тех подрядчиков, с кем мы разговаривали на заседании, они сказали, что практически на первый месяц у них все закуплено на сегодняшний день. Они сказали, на 50% закуплено. Ну, тем более на 50% от общего объема, это не один месяц. При этом уже на сегодняшний день все закуплено, просто все ждут погоды, чтобы приступить к работе. И ближайшие улицы будут ремонтироваться. Это вся заносит 75-летием Победы. Константин Сичихин, Лев Саламатов, Шамиль Бузиков. Рабочая группа по контролю за ремонтом и содержанием дорог у нас была. На этом мы первый час с Соней заканчиваем. Вернемся через 20 минут. Редактор субтитров А.Семкин